Аварийный падающий дом, Северный 39. Властям требуется около 300 миллионов, чтобы расселить жителей, пока не случилось непоправимое. Главный аргумент, почему еще не расселен дом, это то, что он признан аварийным после 2017 года, то есть в программу расселения до 2024 не попал. Сообщение на официальном сайте правительства России от 22 марта 2021 года. Федеральный центр поможет Архангельской области с решением проблем аварийного жилья. На эти цели региону из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено более 156 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение жилья в новостройках. Общая площадь расселения составит 3000 квадратных метров, уточняется в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным. Новые квартиры до конца 2021 года получат около 100 человек. Речь идет о гражданах, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года. Та же история и в Саратове. Сообщение от 10 июля 2021. Приказ от 7 числа. Свыше 373 миллионов рублей будет направлено в Саратовскую область на расселение граждан из аварийных домов микрорайона «Летный городок» в Энгельсе. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование поступит из резервного фонда правительства и поможет расселить 634 человека из 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья до конца 2021 года. Дома, о которых идет речь, перешли от Минобороны на баланс Энгельского района в 2018 году и поэтому не смогли попасть в программу расселения аварийного жилья до 2024 года. Она, напомним, распространяется только на объекты, признанные аварийными, до 2017 года. Таких сообщений ждет и Чита. После каждого заявления о том, что губернатор вновь улетел в Москву или Санкт-Петербург. Но пока тихо. Информацию о падающем доме, как уверяют чиновники, передавали в федеральный центр. Нас волнует, лично меня волнует, то, что мы не знаем, дали нам деньги, не дали. Говорим, Мишустину отвез вот это письмо. Хоть бы нам сказали, мы не можем пробиться ни к нашему губернатору, ни нам не дали возможности к Путину. Но мы же это все делаем не для того, чтобы наказать нашу администрацию, а для того, чтобы они помогли нашей администрации вот эту ситуацию. Потому что я прекрасно понимаю, что они не выложат эти деньги, и они не возьмут эти деньги. Все, что есть на данный момент по дому, это информация о девяти снятых в найм жилплощадях. А потом, какие нам предлагают. Я же из своей хорошей квартиры, которая у меня, я ее вылизывала, как говорится, я поеду, как и с тараканами, все, да и ни за что тоже не поеду. Злополучный дом чиновники обнесли забором. На этом все. Сгораживается это все полностью. Ну, наверное, для того, что когда жильцам предоставят что-то, они выйдут, здесь никого не будет, потому что замки все здесь. Все закроют и будут охранять наши вещи. А ответ хранения какое-то, чтобы было? Да, чтобы здесь посторонние не ходили. Ну, и опять же, от мародерского вот этого, да, что пластиковые окна поснимают, все поснимают, ну, то есть, поворуют, правильно. Поэтому, наверное, что вход и там закрыт, и там закрыт. Ну, для людей мы как бы оставим там. Ну, лис вешать не будем для того, чтобы они могли спокойно ходить. Вот это ограждение, например, меня не волнует, потому что это должно быть так. Вот. Нас еще не предоставили нам квартиры. Нам еще ни соглашения, нам ни оценку не дали. Оценка назначена на 2 августа. После будет известна точная сумма, в которую обойдется расселение. На территории Северной 39 режим чрезвычайной ситуации не объявлен. То есть, принудительно людей выселить нельзя. Вячеслав Борницкий, Антон Доценко, ЗАП-ТВ.